Приветствую вас на канале Infobum. Здесь рассказывают интересное обо всем. Приятного вам просмотра. Журнал Forbes, который в марте 2019 прошлого года объявил звезду реалити-шоу Кали Дженнер самым молодым миллиардером в мире, добившимся успеха самостоятельно, пересмотрел свою оценку. При этом издание обвинило семью Дженнер в завышении стоимости ее косметического бизнеса. Как сообщил журнал, он больше не верит, что ее капитал был таким большим. Журнал пришел к такому выводу, изучая финансовые данные, опубликованные Коти Индустриис. Эта компания в ноябре прошлого года приобрела контрольный пакет акций Кали Косметикс за 600 миллионов долларов. В пятницу после публикации Forbes акции Коти обрушились на 13%, отмечает агентство Bloomberg. Эти документы показывают, что бизнес 22-летний. Дженнер значительно меньше и менее выгоден, чем семья потратила на то, чтобы заставить косметическую индустрию и СМИ, включая Forbes, поверить в это, иронизирует сам Forbes. Теперь журнал оценивает ее состояние примерно в 900 миллионов долларов. Дженнер отреагировала на публикацию в Твиттере, заявив, что она основана на несколько неточных утверждениях и недоказанных предположениях. «А я думала, что это авторитетный сайт», — написала она. Кайли Дженнер родилась в августе 1997 года. Она — сводная сестра Ким, Хлоэ и Кортни Кардашьян, и участница реалити-шоу «Семейство Кардашьян» с 2007 года. В 2016 году она дебютировала с Кайли Косметикс, выпустив набор губной помады за 29 долларов. «Я никогда не просила о титулах и не пыталась лгать ради этого», — заявила в пятницу Дженнер. В глобальном рейтинге Forbes состояние 22-летней модели было оценено в 1 миллиард долларов. Новые данные дают основания полагать, что состояние Дженнер составляет чуть меньше 900 миллионов долларов. Больше трети этой суммы Дженнер получила от сделки с Котти Индустриис после уплаты налогов, — пишет Forbes. Остальное — пересмотренная оценка оставшейся у нее доли в Кайли Косметикс. При оценке ее стоимости издание учитывало, что Кайли Косметикс приносит меньше дохода, чем утверждала Дженнер до сделки. Сделка с Котти Индустриис должна была стереть все сомнения в том, что Дженнер не миллиардер. Но после сделки компания раскрыла финансовые показатели Кайли Косметикс и выяснилось, что выручка от Брэнда за 12 месяцев до сделки составила всего 177 миллионов долларов. Учитывая, что Котти сообщила о росте на 40% по сравнению с 2018 годом, в 2018 году Дженнер заработал только 125 миллионов долларов, хотя в документах, предоставленных ей журналистом, говорилось, что уже в 2016 году Брэнд зарабатывал больше 300 миллионов долларов, — пишет Forbes. Дженнер годами раздувала масштаб и успех своего бизнеса, — считает издание. Кроме того, при переоценке было учтено, что, как и другие косметические компании, Брэнд пострадал от пандемии коронавируса и падения продаж. Следите за выходом новых видео и оставайтесь всегда в курсе событий.